Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Продолжаю свой проект «Камчатка. День за днём», в котором я рассказываю, что писали газеты нашего полуострова, что гласили документы на протяжении каждого дня года, но в разные годы. Сегодняшний выпуск посвящен датам с 21 января по 27 января. Пусть вас не смущает моя гнусалость. Простуда штука такая, но я ведь должен соблюдать график выхода. Я же не должен пропускать выпуски ради дурного самочувствия. Приступим к нашим играм. Камчатка день за днём. Газета «Камчатский вестник». 21 день января 1919 года. Гежига. В уезде невероятная гибель оленей от набегов волков. Последние створами разгоняют стада даже днём. Инородцы волков не стреляют. Только травят, считая его по обычаю своим хозяинам стада. По примеру прежних лет, необходим стряхнин для выдачи инородцам под строгим контролем. Единственный способ помочь несчастью инородцев. 22 января нового стиля в 12 часов дня при Усть-Большерецкой почтово-телеграфной конторе назначена аукционная продажа казённого провианта. Муки ржаной 264 пуда 10 фунтов 53 золотника. Крупы гречневой 41 пуд 2 фунта. Вот такие сообщения опубликовала газета «Камчатский вестник». 21 января. День следующий. 22 января. Год 1917. Газета «Камчатский листок». Сообщение. Ввиду недостатка молока и в интересах более равномерного распределения его между господами-потребителями, молоко будет отпускаться только ниже следующим лицам. По две бутылки. Господам Чеплинскому, Кадышевскому, Рубецкому, Пименову, Королевичу, Кадылёву. По одной бутылке. Головченко, Богинову, Кровякову, дальше большой. Список на 10 строк. По три бутылки. К Лачкову и городской больнице. Но тут я напоминаю, что молоко выдавалось для семей, где есть маленькие дети или больные. В будущем при увеличении удоя постоянно будет повышаться отпуск молока, а также пополнен список лиц, желающих получать таковое. В случае каких-либо недоразумений и все заявления об отпуске молока прошу направлять на имя заведовающего сельскохозяйственной фермой. Подписал. Заведовающий фермой Голованов. Итак, даже 22 января 1917 года Камчатский листок публикует объявление. В течение весны и лета 1917 года требуется поставить для Петропавловского окружного суда 200 сожень березовых полномерных дров. Лиц, желающих взять на себя эту поставку, просят явиться в канцелярию суда. Движемся дальше. Тот же самый день, 22 января, но год уже 41. Газета «Камчатская правда» публикует рекламу. Крабы высшего сорта – высококалорийный питательный продукт. Крабовые консервы, изготовленные из лучших видов камчатского краба, имеются в продаже во всех магазинах «Камчатторга». День следующий, 23 января, год 1972. «Камчатская правда» публикует статью «От всего сердца», написанную тогдашним главным редактором камчатского отделения «Дали с дата» Евгением Сигаревым. Статья эта посвящена выходу в свет книге «Сероглазка. Любовь моя». Эта книга о рыбаках крупнейшего в стране колхоза имени В. и Ленина. Официально, писал Сигарев, она проходит по линии массово-политической литературы, считается как художественная литература, представляет несомненную находку по линии исторической, краеведческой, сельскохозяйственной литературы. Что же это за жанр? Видимо, самое точное его название – «Книга, нужная людям». Я, кстати, книгу эту видел. Книга на самом деле достойная. Ее автор – Михаил Старецин, тогдашний председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина в «Сероглазке». А литературную запись сделал некий литератор Николай Санеев. Хорошая книга, что сказать. И хорошая фотоиллюстрация Ильва Горкавова, и прекрасная обложка. Вот тут указано, что ее сделал художник Шеворотов. Рецензия на книгу «Сероглазка. Любовь моя». 23 января 1972 года. День следующий. 24 января. Год 1935. Камчатская правда публикует материал под названием «Беспощадный отпор. Охотники о приговоре Верховного суда». Общее собрание и селение Колпакова, Большерецкий район, одобряет приговор Верховного суда над убийцами товарища Кирова и гнусными вдохновителями этого черного дела Зиновьевым, Каменевым и всей их фашистской группой. В ответ на убийство одного из лучших большевиков, товарища С.М. Кирова, говорится в резолюции собрания, еще теснее сплотимся вокруг партии и товарища Сталина. Организуем из лучших охотников седьмую дополнительную бригаду для ликвидации прорыва в выполнении квартального плана пушно-заготовок. И обязуемся выполнить годовой план на сто процентов. Требуем самого беспощадного отпора всем, кто посягает на строительство социализма, самого сурового приговора над остальными участниками гнусной контрреволюционной банды троцкистов-зиновьевцев. В то время, как большевистские крысы жрали друг друга, как одни выходцы из местечек убивали других, одурманенное советской пропагандой население велось на эти уловки и радостно тянуло руки вверх, голосуя за террор и репрессии. Мыслимо ли это? Терпимо ли это? Нет, немыслимо и нетерпимо. Я считаю, что декоммунизация необходима, что люстрации нужны и что нужно закрыть право работы в государственных органах и в силовых структурах всем бывшим членам КПСС и ВЛКСМ. Это мое мнение. И я думаю, что это поможет избавиться от черного наследия большевистского прошлого. Движемся дальше. День следующий, 24 января. Год 1967. И опять камчатская правда. Заметка, когда налетела пурга. Почти сутки бушевала метель. 23 января к вечеру прекратили движение автобусы на всех основных маршрутах. На борьбу с пургой были брошены все резервы. И люди, как всегда, победили. Уже рано утром автобусы пошли по всем основным маршрутам, сообщил в редакцию начальник дорожно-эксплуатационного участка горкомхоза Демиденко. Надо отдать должное нашим механизаторам. Пурги были тогда, пурги есть сейчас. Город чистили тогда, город чистят сейчас. В отношении работы коммунальных служб мало что изменилось. Работали тогда, работали сейчас. Работают сейчас. Кто-то работал добросовестно, кто-то спустя рукава. Тоже мы наблюдаем и сегодня. 25 января, год, 1961. Газета «Камчатский комсомолец». Ученица Корягской средней школы Елизовского района Зоя Штокола пишет заметку «Пионеры штурмуют рекорд». В прошлом году ученик Северокорягской средней школы, пионер Костя Тарасов, собрал 300 ведер золы для совхозного поля. За это Центральный комитет ВЛКСМ наградил его почетной громадой. В нашей школе в то время ударником был пятиклассник Лёня Дмитриев. Он собрал 174 ведра золы. Недавно Лёня вместе со своим другом Володей Илюшеня решили побить рекорд Кости Тарасова. Они вступили в соревнования друг с другом. В пионерской комнате висит график этого соревнования. Сейчас впереди Володя Илюшеня. Но тут не могу не сказать, что вообще-то я всегда думал, что задача школы – это давать знания, а не заставлять работать. Хотя советские любили эксплуатировать детей. Да и не только эксплуатировать. Были времена, когда с 12 лет можно было применять смертную казнь к детям, обвиненным в политических преступлениях. Ну, а посылать детей на поля, на картошку, на капусту, в Средней Азии убирать хлопок – это было нормой. Советским не нужно было заботиться о будущих поколениях. Читаем газеты дальше. 26 января 1967 год. Заметка «Морские ворота Камчатки». Фомичев, дежурный по морскому вокзалу, пишет. «Морскими воротами Камчатки называют Петропавловский морской вокзал». Впрочем, на вокзале можно стать не только морским пассажиром, но и воздушного и наземного транспорта. Билеты на самолеты, автобусы приобретаются здесь. В 1966 году через морские ворота Камчатки прошло 583 777 пассажиров. И последнее. Заметка сегодняшнего дня, 27 января 1955 года, газета «Камчатский моряк». Я уже говорил, что была такая газета морского пароходства, потом она стала моряком Камчатки, а в начале 90-х годов закрылась. Заметка Гусева, план первого квартала к 27 февраля. Экипаж теплохода «Мусоргский» готовится достойно встретить день выборов в Верховный Совет РСФСР и местные советы. Пересмотрев свои возможности, моряки решили выполнить план грузоперевозок первого квартала к 27 февраля. За счет правильной эксплуатации двигателей и тщательного ухода за механизмами повысить плановую скорость хода на 15%. Добиться экономии не менее 5% топлива и 3% смазочных материалов. Одновременно коллектив обязался провести ревизию грузовых дизель-динамо без вывода судна из эксплуатации. Добиться сохранной перевозки грузов. Экипаж полон стремления с честью выполнить взятые обязательства. Это был проект «Камчатка. День за днем» с 21 по 27 января разных лет. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на Камчатке каждый день, пишите комментарии. И, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы видите в правом нижнем углу кадра. До свидания.